Экология! Вот там экология! Это вся Россия сейчас отравится нахрен до Каспийского моря! А начинается вот здесь. Вся дрянь идет в нашу речку. Наша речка впадает в ламу. Лама впадает в Иваньковское водохранилище. А ваша речь как называется? Городня. Рыбы у нас уже нет, все отравлено. Волга впадает в Каспийское море. Сейчас миллионники начнут эту отраву пить. Очистных сооружений нет нигде. Фильтратов нет нигде. Короче, они просрали всю эту вот катастрофу. У нас много миллионеров, олигархов. Этот населенный пункт, вот СНТ Алдан, находится напротив свалки Ядрова. Между этим населенным пунктом и свалкой Ядрова протекает река Городня. Нам пришлось пройти около километра от дороги. Вон она начинается. Вы видите нашу геовую позицию. Мы находимся между Ядрова и Рижской трассой. Здесь протекает река Городня. И здесь же, мы сейчас это видео без монтажа, чтобы было видно, находится свалка Ядрова. Вот она река. Вот кто из себя представляет эта река. Это не река, а теперь, наверное, это речка Вонючка. И она течет к нам в Москву. Непередаваемый запах стоит у этой зловонной речки. Я думаю, фильтраты стекают именно сюда. Смотрите, какая высота. Работы на полигоне, как мы видим, ведутся. Что будет, когда эти сугробы снега попадут в эту реку. Москву окружают вот эти свалки. Вонь, яд наступает на столицу и Волкаламск, как в 41-м году на генеральной линии. Администрация Волкаламска, она не располагала даже этим проектом рекультивации. И когда я обращалась в администрацию с правил предоставить мне этот документ, вам сказали, а это относится к закрытой информации. То есть для нас, для населения, закрытая информация. То, что захоранивают жидкие отходы. Посмотрите, сегодня голландцы отказываются заходить на полигон, потому что там нетвердые бытовые отходы. Там трясина образовалась, смесь жидких и твердых отходов. Воробьёва, в отставку! Воробьёва, в отставку! Просто в отставку! А уголовную ответственность... Потише, потише! Гигантская смурада дышащая гора превратилась в реактор опасных для человека химических веществ. Спонтанно образовалось неуправляемое химическое оружие. Зато появились подразделения ОМОН, чтобы предотвратить взрыв измучения. Вот так, через ОМОНовцев и прячущихся от митингов перепуганных управленцев, мы ощущаем силу и мощь своего государства, призванного обеспечить россиянам нормальную жизнь и защиту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова